Привет! Тест ТВ в Барселоне. По-прежнему мы находимся здесь, мы находимся на стенде компании Nokia, которая представила здесь несколько новинок. И одну из них, Nokia X, я держу в руках. Ну вот, да, первое, что бросается в глаза, это плиточный вот такой интерфейс, да. Вы, наверное, думаете, что это Windows Phone. Нет, это Android. Подробнее об этой новинке я попросила рассказать специалиста компании Nokia, Катерину Фанк. Кажите, пожалуйста. Да, на самом деле, вчера мы объявили три телефона, доступных по цене, что сейчас очень акциально. Nokia X, Nokia X Plus и Nokia XL. Nokia X – это четырехдюймовый экран, который, если для пользователей, которые хотят, может быть, подешевле или предпочитают меньше экран. Nokia X Plus – это такой же, как, в принципе, Nokia X, но более для power users, то есть, которые хотят чуть-чуть как бы более быстрый дизайн. И потом Nokia XL – пятидюймовый экран с передней камерой, то есть, можно делать звонки со Skype, видеозвонки со Skype или, например, селфи. Вот. И здесь, как видите, как вы уже сказали, что, как бы, UI имеют квадратики или плиточки. Плиточки, да. Они живые, то есть, показывают, сколько имелых получил. Их можно также менять местом или же менять размер. Можно также организовать их в папочке или даже можно виджеты добавлять, там, где намного больше информации можно увидеть, например, часы или поисковые обозреватели и так далее. Вот. И потом здесь есть еще второй экран, который мы называем Fastlane. Здесь показывают вот эти все приложения, которые я до этого открывала. Например, галерею показывает. Если, например, у меня на Facebook кому-то понравится моя фотография, они лайк поставят, то здесь она тоже покажется. Вниз отодвигаем, здесь показываются планы из вашего календаря. Вот. Потом, если... Точно также есть такое меню, которое вниз можно. Здесь будет мессенджер-центр, то есть там, если звонки пропущены или сообщения, можно включать очень быстро как бы Bluetooth и Wi-Fi. И так как здесь две сим-карты, то здесь можно легко сим-карты переключать. На этом телефоне, что самое интересное, чем на самом деле люди пользуются, это, конечно, приложения и сервисы. Например, Nokia индивидуальные сервисы, как Herimax, Mixed Radio, которые абсолютно бесплатные. А в чем суть этого сервиса? Например, Herimax можно смотреть, использовать карты, можно их скачивать, потом пользоваться в оффлайне режиме, то есть не нужно платить, например, за интернет, что достаточно удобно. С Wi-Fi закачиваешь карты, потом бесплатно пользуешься. Также есть навигационная система, которая вам скажет, куда ехать, как направо-налево и так далее. Mixed Radio – это как бы ваше персональное радио, без какой-либо рекламы, не нужно подписываться, ничего. Вы просто включаете, бесплатно играете музыку по разным жанрам или можете поставить ваших любимых исполнителей. Конкретно на новых моделях, какой из сервисов, может быть, новый появился или что-то у вас? Например, я хочу просто сказать про Skype, хотя это не новый сервис, но только что мы объявили, что будет хорошее предложение от Skype, что бесплатные звонки на целый месяц будет с этим телефоном. А самое новое еще, что здесь на этом телефоне есть, то, что можно пользоваться Android-приложениями. То есть можно скачивать, например, Яндекс-магазин, который очень известен в России, и пользоваться ими. У нас есть свой маркет, Nokia-магазин, там, где можно скачивать, у нас есть высококачественные приложения, которыми большинство людей пользуются, например, Skype, Vine, Facebook. А если не находятся там приложения, то можно скачивать, например, с андроидских рынков, например, Яндекс-магазин или же известный OneMobileMarket или же AppToy. Сколько цветов? А, очень много цветов. У нас, например, это 5 цветов. Есть ярко-оранжевый, ярко-зеленый, потом тоже черный и белый. Можно также менять, например, оболочки, если какой-то цвет хочется в один день один, потом другой-другой. Можно снимать и менять. А у этого телефона еще есть и голубой, дополнение к остальным цветам. Ну, то есть, как видите, он достаточно респонсивный. Они оба пользуются IPS-экранами, то есть они яркие, респонсивные. Они тоже, как бы, Capacity, то есть можно тоже пользоваться перчатками, например. В процессоре здесь 1 ГГц, Dual Core, Snapdragon S4. У нас есть Glance Screen, где все время показываются часы. То есть, если телефон просто лежит на телефоне, все время можно посмотреть на часы. А потом также, потом, если вы как бы блокировочный экран, там есть он активный. Как бы там будет показываться сообщение или, например, обновление какого-то приложения. И их можно открывать просто, например, двигая вправо, она сразу же открывает это приложение или сообщение. То есть, очень удобно и не нужно как бы... То есть, последовательный вход в телефон от режима полностью Standby, да, вот переход в активное состояние для того, чтобы посмотреть какие-то мелочи, не обязательно запускать целиком полностью. КОНЕЦ . Продолжение следует...